Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия маховых удилищ от компании Волжанка. Топ-сегмент, это значит, самого высокого ценового сегмента с самыми лучшими характеристиками для маховых удилищ. Это Волжанка Pro Sport Top Match. Сразу говорю, что часто встречаю описание, которое, в общем-то, многое неверно написано о них. Где-то написано, что там всего три удилища в серии, на самом деле их четыре. Где-то написано, что коннектор единичка, один миллиметр, по диаметру подходит. На самом деле это не так он не подходит, то есть в реальности это 1,25 туда. В общем, какие-то нюансы, которые, в общем-то, интернет-магазины копируют там, да. Я знаю несколько интернет-магазинов, где сидят девочки, которые в рыбалке, от рыбалки, от слова рыбалки, знают рыбалку, знают только рыба. И больше ничего. И они вот тупо копируют, совершенно не понимая даже вообще, что, о чём речь, вот копирайтеры так называемые. Слава богу, что у меня, в общем-то, мои менеджеры всё прекрасно понимают и действительно даже правят такие, замучиваются править такие описания. Значит, повторюсь, серия включает в себя четыре удочки, четырёх длин, это 6, 7, 8, 9 метров. Удилище сделано по моим, скажем так, прикидкам из карбона района 40 тонн, 40-46 тонн, скажем так. Это практически топ-карбон, да, из которого можно сделать махалку максимально сенсорную, максимально быстрого строя и так далее. Значит, как вы понимаете, чем мне сразу нравится топ-матч серии, да, это, я думаю, вы понимаете, что на них стоят такие же пробочки, как я ставлю на Саванеев, лидер. Я считаю, это лучше, они здесь стоят, да, их сюда поставили. Точность также здесь стоят, точность такие же торцевые пробочки, которые с резинкой. И, соответственно, с дыркой для вентиляции. Значит, сразу скажу по коленам. Значит, коленца очень хорошо и качественно отшлифованы. Здесь усиливать их особо не нужно, по той причине, что эти махи из такого дорогого угля, они проектируются, как правило, по колено, для того, чтобы нагрузка распределялась, сразу шла на следующее колено. Поэтому, скажем так, такое усиление, оно только приведет к ухудшению строя и увеличению веса. Вот здесь, как бы, борется немножко в другую сторону, да, не над этим. Значит, вот, но хлыст и второе коленце, и третье с небольшим, то здесь вот лишний моточек два добавлено для усиления. Почему? Потому что на них, в общем-то, приходится самая основная нагрузка. На самые тонкие коленцы. Поэтому, видя это, и являясь, что я сам являюсь, да, разработчиком удилищ, я понимаю, что удочки продуманные. Ребята сделали их здорово, правильно, и думали, в общем-то, над каждой мелочью. Поэтому о серии топ-матч ничего плохого сказать не могу. Минус скажу только один, но он не минус, я бы сказал. Это следствие любых удилищ такого класса. Нужно очень аккуратно с ними обращаться, не замахивать резкость, резкого заброса в ветер не делать, а аккуратно ловить в порывистый ветер и так далее. Потому что могут быть такие ситуации, когда нагрузка слишком запредельной становится, и удочка у вас в момент хлёсткого заброса просто лопнет в нескольких местах. Значит, по дизайну, ну, как вы видите, с моей точки зрения, не броский, приятный, не вороний дизайн, ну, мне лично нравится. Значит, комплектуется удилище полом-хлыстом. У нас есть привитые к хлысту, к нему, к этим удилищам, кто хочет, может обратиться. Вот такой полый хлыстик, соответственно, коннектор 1.25 сюда заходит. Вес и транспортная длина. Значит, транспортная длина у всех одинаковая. Ну, девятку мы сюда не взяли. Значит, 144 транспортная длина. Значит, давайте взвесим. Шестёрка. Взвешиваю с неопреновыми пробками, поэтому она практически ничего не весит. 168 грамм, семёрка 215, и восьмёрка 270 грамм. В общем, по весам очень-очень-очень достойно. Теперь по диаметру комля. Вместе хвата меряю шестёрочка. 22,5. Семёрочка в этом же месте. 24, и восьмёрка 27. Имейте в виду, что удилища имеют быстрый строй. Средний быстрый, ближе к быстрому. Удочка предназначена для ловли белой рыбы, не карпов, естественно. Поэтому имейте в виду, чем удочка дороже, тем она хрупче. Поэтому эта удочка исключительно для спортивной ловли. Вся рыба побольше ладошки, да даже с ладошку, допустим, карас с ладошкой, он будет достаточно бойкий. Принимается в подсачник для того, чтобы удочка не сломалась. Но, и даже если вы вдруг сломали, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в магазин. У нас есть запчасти. Возможно, вы получите эти запчасти бесплатно даже, так как у нас проходят акции регулярно на разные бренды. Для подписчиков на социальные сети, YouTube, Telegram и ВКонтакте, и желательно, Instagram, Facebook. И купившие у нас эти удилища до двух запчастей в год в период проведения акции имеют право получить бесплатно. И, в общем, такие люди получают акции, мы уже проводим два года, можете посмотреть в новостях на сайте, и в YouTube роликах, и ВКонтакте, и в Telegram. Мы выкладываем постоянно анонсы таких акций, люди получают, в общем-то, пишут довольные комментарии. Спасибо. Значит, второй момент. Бессрочная гарантия на заводской брак, на весь срок службы удилища, только на удилище, купленное в нашем магазине Multifish. И третий момент, это если вдруг даже вы купили где-то в другом месте удочку и сломали ее, принесите к нам на ремонт. Мы вам в лучшем виде отремонтируем любое удилище и дадим точность также пожизненную бессрочную гарантию на место ремонта. Значит, давайте теперь мы их раскладываем и смотрим строй. Итак, друзья, разложили. И сразу скажу, что хоть заявлено в каталоге минус 5 сантиметров от фактической длины, вот заявленной, да, минус 5, на самом деле больше. Потому что, ну, допустим, вот восьмерка 778, минус 12 сантиметров у семерки, и шестерка у нас минус 10 сантиметров. Ну, вот у меня в руках шестерка, лежит она прекрасно, давайте мы нагрузим ее. Строй средний-быстрый. Так, Константина попросим дать чуть-чуть, ага, вот сюда отойти, чтобы можно было хорошо видеть. Ну, вот смотрите, средний-быстрый строй. Приятная палка, очень сенсорная, она очень здорово лежит в руках, очень легко. Семерочка тоже. Вот смотрите, видите, как я под локоток беру и вот так вот нагружаю. Ну, слегка, да, так и имитирую. Приятная очень палка, да, абсолютно приятная. Нагружаем. Ну, средний я так и утащу, но тоже приятно отрабатывать, никаких вопросов, по-моему, не вызывает. Хорошая серия, ничего плохого сказать не могу, но обязательно посмотрите мой Лидер ПРО, прежде чем покупать. Значит, восьмерка. Ну, в руках потяжелее, но тоже абсолютно приемлемая восьмерка. Девяточка тоже самая, точность также, хоть у нас ее нет, но, уверяю вас, эта девятка тоже неплохая. Еще раз предупрежу, что аккуратно, очень на замахе, потому что карбон дорогой, хрупкий, стенки тонкие, поэтому ветер, чуть больше усилия дали, и оно у вас может сломаться. Но в целом, прекрасная, по-моему, серия, сами убедитесь. Итак, господа, посмотрели, очень приятные удочки. Смотрите сами, то есть, с моей точки зрения, эта серия одна из лучших, что можно купить в России. Ну, лучшая, наверное, серия, это все-таки моя, это Лидер ПРО, которая называется Семерка, у меня весит 196 грамм. Точность также, это самый дорогой уголь, 46 тонн, карбон, японские тары, и поэтому выбирайте, можете приходить в розничный магазин, это улица Мельникова, дом 5 на данный момент. Если, возможно, мы переедем, лучше позвонить заранее, телефоны будут в описании под видео. Вот такой чехольчик идет, в таком чехле каждое удилище идет. Вот, приятный чехол, не выглядит он дешево, он не впитывает влагу, не пропускает ее, здесь такая пленка, и, соответственно, клапан на липучке, ну, очень хорошо обшит, и как бы в стиле волжанка, здесь такие вот, как в СССР, ОТК, приемный контроль, написано, что типа удилище кто-то обсмотрел и сделал заключение, что оно достойное. Теперь у меня к вам просьба, если хотите хоть как-то отблагодарить за мои видео, пожалуйста, под видео на YouTube найдите вот такой значочек, палец вверх, обязательно на него нажмите, и нажмите там, где колокольчик подписаться, для того, чтобы вы с вами приходили, и вы видели, да, в своем телефоне или на компьютере, да, мои видео, которые выходят новые. Буду вам очень признателен. Всего вам доброго, и до новых встреч.